Что мы знаем об авторах русской классики? В учебниках литературы о писателях лишь скупые строки биографии. Журналист телекомпании «Донтер» Любовь Суркова решила восполнить этот пробел и рассказать своим зрителям о Чехове, как о человеке. И это при том, что о Чехове столько всего уже написано и сказано. Но фокус заключается в том, что мы не снимали фильма о литературном пути Чехова совсем. И мы не снимали фильма о его частной жизни. Совсем. Нам неинтересно, почему он на Книпе женился, почему он то Мелихова, то Ялта. Это его жизнь и это его право жить, как он считает, нужно. Получилось так, что больше двух лет назад я оказалась на Сахалине, где вышла в аэропорту из самолета, который носит имя Чехова. В университете я читала книгу «Чехово. Остров Сахалин». Очень трудно ее читать, книга очень тяжелая, она без сюжета, она документальная, она, как сегодня говорят, жесткая. И в 20 лет это читать было тяжело и, может быть, не кстати. Но когда я оказалась на театральном фестивале на Сахалине, я там была 4 или 5 дней, ну, с оператором, то меня настолько поразило, что именем Чехова там названо все. Сопки, реки, улицы, библиотеки, театр, музей, все. И тогда мы за эти дни, кроме того, что мы работали на фестивале, мы постарались понять эти люди, которые так далеко живут от нас, откуда такое отношение. Ну, а поскольку я много раз снимала о Таганроге, о родине Чехова, о разных вариациях, и мне было очень приятно, что, например, на Сахалине в музее книги, единственном в мире музее книги «Остров Сахалин», там показывают фильм, автор которого я, по архиерею Чехова, мы его снимали, с Людмилой Васильевной Рублевской, «Светлая память», и они показывают для своих гостей. И его же показывают в Крыму, в Ялтинском домике, тоже, наш фильм. Они вот как-то нас встретили, как родных. Поэтому мне было интересно, что они, откуда такое, тем более мы попали в июне в конце, и там, в этом городе, в Южно-Сахалинске, там цвели какие-то кусты, вот прям наш сирень. Но это не сирень, это что-то другое. А между этими сиренями стояли скульптуры героев Чехова и «Дама с собачкой», и «Толстый, и тонкий», и «Каштанка», и «Мама не горюй». Более того, в центре города два сквера, носящих имя Чехова. Ощущение, что мы в Таганроге. И потом, когда я приехала, уже что-то понимая, я уже начала этим, мало дней было, заниматься тем, ну и что он для них сделал. И то, что он для них сделал, тишайший Антон Павлович с бабочкой, такой негромкий, такой не пафосный, такой не собчак, такой не революционер, такой не призывающий взять палку да всех уж побить, он перевернул их жизнь, о чем они говорят. Но он перевернул их жизнь своего Таганрога, родного города. Вот у нас об этом наш фильм. Он уже и на Камчатке был показан, он уже и на «России-1», и на «России-24» прошел. И очень много, вот вчера была презентация, почти два часа в Донской публичной библиотеке, и там были и студенты, и ученые, и просто люди. И куча вопросов, потому что это вообще про другое. Про другое. Мы оставим в покое литературное наследие Чехова, оно бесспортно. Там был вопрос вчера, кого-то из молодых, а как мы будем защищать Чехова, когда сейчас так на Западе к нему отнеслись. А чего его-то защищать? Он как был, это не он сделал, это сделали по отношению к нему. И их можно только пожалеть, типа цивилизованные люди, типа. Типа нас научат, как быть интеллигентными. Нашли врага Чехова и Пушкина. Это как надо скорвиться. Поэтому, вот так, поэтому наш фильм «Рецепт доктора Чехова». В Новошахтинском драматическом театре Любовь Суркова представила свой документальный фильм «Рецепт доктора Чехова». В зрительном зале школьники и студенты, те, кто пока только изучает творчество Чехова. Актеры театра, не раз исполнявшие роли его театральных пьес. И те, кто решил с пользой провести свое свободное время. Фильм продолжительностью 36 минут вместил в себя немало интересных автобиографических фактов из жизни Антона Чехова, о которых узнать-то можно лишь из его переписки, воспоминаний современников или из документов, завещания, например. Как один человек, ни президент, ни миллионер, ни депутат, навсегда изменил судьбу двух мест на карте России – острова Сахалин и города Таганрога. Вот и зрители, посмотрев фильм, были удивлены. А как относились к меценату Чехову окружающим? И ребенок, и взрослый, просмотрев жизнь такого человека, подвижника, не задаст вопрос «Зачем?» – это последняя фраза, а скажет «Он прав». И у нас это было написано, и у нас это читал актер замечательный, Сашенька, от Чехова у нас читает из молодежного театра. И у нас это было, и мы это вмонтировали, и потом мы сказали «Нет, это получается, мы подводим итог». Пусть наши зрители сами подумают, вот дураком он выглядит или умным, и зачем он так жив? Стоит ему, следовать не стоит, каждый решает для себя. Но то, что в нашем Отечестве есть такой пример высокий, без баррикады, без призывов всех повесить, пострелять и уничтожить, потому что я знаю, как обустроить Россию, вообще не так. А я делаю так, как я считаю нужным. И рядом со мной не будет скотного двора, и тем несчастным, которые рядом есть, я помогу. Но одно дело помогать, когда у тебя есть миллионы, а другое дело, когда ты заработал 10 рублей, ты можешь их истратить на себя, а ты их отдаешь другому. И это твой выбор, и ты считаешь, что тебе так жить хорошо. Судя по тишине в зале, зрители не знали, что автор всем известной «Каштанки» был настолько скромным и настолько щедрым человеком. И много нового открыли для себя. Изначально я о Чехове почти ничего не знал, а сейчас прям очень много узнал. За Чехова вообще не знала такого, что остров Сахалин, на Сахалине был, что он такой человек был, благотворительностью занимался. Очень понравилось, уникально. Прям вот вечер, встреча с Любовью Сурковой. Любовью Сурковой не знала. Так что мне очень понравилось и довольно побольше таких вот встреч. Я очень много чего знала. Например, для меня было ново то, что он побывал на Сахалине, и он сделал столько всего для сахалинцев, для их развития культурного. Во-первых, Чехов мы поняли, что это не только писатель, потому что сначала он ознакомился с его литературным творчеством, потом именно с человеком. Мне было приятно знать, что это был человек действительно с гражданским долгом, человек, который боролся за правду, за добро. И вот его знаменитая фраза, в человеке все должно быть прекрасно, и тело, и душа. И вот эта фраза должна, мне кажется, жить в каждом человеке, что в первую очередь цените свою душу, а потом уже все материальное. Живите по правилам Чехова, и этот мир станет куда более прекрасен. Это вот сейчас к этому мнению пришло? Скажу вам, что, наверное, да, именно сегодня. Потому что Чехова нужно не только читать, Чехова нужно понимать, любить и ездить в Таганрог.